Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения слова Борожия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 20 главу. Отвечал Сафар, наимитянин, и сказал, «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве не знаешь ты, что от века с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно. Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков». Видим, что Сафар отвечает Иову на то, что Иов сказал и выразил свою надежду на Бога, и даже сказал друзьям своим, что вы уже десять раз злорадствуете и выискиваете во мне грехи. Поэтому Сафар отвечает. Но вот что интересно, в его словах много, в общем-то, правды о том, что происходит с людьми беззаконными. Просто то, что он говорит, снова-снова повторим, что это не относится к Иову. Но интересно, в его словах здесь надо заметить. Он говорит, что «я скажу по разумению моему». Видите, упрек позорный для меня, то есть он обиду свою от Иова принимает. Но потом говорит «выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня». То есть он полагается только на свой разум и решает все ответы давать Иова на его слова только своим разумением. Он говорит «не Бог поможет мне ответить тебе» или «послушаем, что говорит Бог по отношению к тому, что ты сказал». Он говорит «дух разумения моего». То есть это такая опасность, когда человек без Бога старается сам своим разумением какие-то ситуационные вопросы решить, как-то там пользуясь какими-нибудь светскими методиками. И говорит о том, что вот, в общем-то, любой такой вот методикой можно все поставить на свои места. Это дух гордыни. Но, тем не менее, в словах «так или иначе» Сафара мы не можем сказать, что здесь у него все неверно. Что-то действительно в его рассуждениях есть логичное и даже, в общем, то, что совпадает и с тем откровением, которое Господь произносит по отношению к людям беззаконным. Что беззаконник будет действительно наслаждаться своим беззаконием. Ну, раз он наслаждается своим беззаконием, так он будет с этим беззаконием и в вечности. То есть, кто кому служит, как сказано, кому вы служите, тому вы и рабы. Мы видим, что слова Сафара действительно есть. Он говорит «веселье беззаконник, кратковременно, и радость лицемера мгновенно». Это действительно так. В этом фрагменте Сафар говорит с бесцитством и серьезно оскорбляет на самом деле Иова. Хотя есть и правда, но он как бы насмехается над ним, как это уже и сделали двое других людей. Сафар порочит Иова по следующей причине. Вот пишет святитель Азатаул. С самого начала, цитата, «как поставлен человек на земле, веселье сопровождало беззаконных и радость лицемеров». Сафар пытается Иова включить в их число, о чем он затем и скажет. Забывая о громадном множестве людей, он слова свои адресует всего одному человеку. То есть, мы видим, что действительно он старается сказать Иову, напомнить все его бедствия, как будто он их забыл. Что богатство, которое он потерял, что ты на него надеялся, теперь веселья твоего нет, теперь ты стинаешь. И здоровье, которое у тебя было, теперь его тоже нет. И далее, 6-8 стих, он говорит, «Хотя бы возросло до небес величие его, голова его касалась облаков, как помет его, навек пропадет он, видевшие его скажут, где он». Действительно, такова жизнь лицемера. И в этих словах Иов прав. Вот свидетель Григорий Двоистов так и пишет. «Гордость, цитата, лицемера, как сказано, поднимается до неба, когда его величие создает видимость того, что он ведет жизнь небесную, и голова его будто бы касается облаков, когда важнейшая часть его, то есть интеллект, считает себя равным по заслугам святым, которые были прежде». Очень важное такое замечание. Я уже говорил о том, что Стидия Григория Двоистов, но это, пожалуй, самое проникновенное и глубокое исследование книги Иова, хотя и другие отцы, конечно, пишут достаточно назидательно, но вот свидетель Григорий так достаточно пространно и подробно. Вот он так и пишет. Очень важное здесь замечание. Говорит о том, когда важнейшая часть его, то есть интеллект, считает себя равным по заслугам святым, которые были прежде. Вот такое можно видеть в сегодняшнем нашем современном мире. Я уже встречался неоднократно, говорил об этом, что иногда люди читают Евангелие, есть такие евангельские кружки, и они там читают Священное Писание. И вот услышал, я просто удивился и ужаснулся даже. Такие рассуждения, что вот там сказано, когда ударить тебя в правую щеку, подставь другую, и люди начинают рассуждать по-своему. То есть, а вот святитель Николай, говорит Мерликийский, они так рассуждают, был неправ, он ударил Ария, и это недостойно пастыря. А святитель Иоанн Златоуст там по отношению к этому был очень строг и жесток в своих словах, это тоже, а Иосиф Волцкий и так далее. То есть они берутся осуждать отцов церкви, вместо того, чтобы у них учиться. Такая методика, в общем-то, душпагубная, она есть. Сидитель Григорий Двоеслов отвечает и говорит, и голова, он говорит, что это гордость. И голова его будет касаться, и голова его будто бы касается облаков, когда важнейшая часть его, то есть интеллект, люди стараются постичь Священное Писание своим интеллектом, считает себя равным по заслугам святым, которые были прежде. Однако, как помет его, навеки пропадет он, потому что при смерти его, когда он пойдет на муки, наполненный пометом своих пороков и своей гордости, он будет растоптан злыми духами. Очень такое серьезное предупреждение. Большей частью бывает, что жизнь лицемеров в конце открывается и всем людям, как заслуживающее осуждение, чтобы уже явными знаками видно было, какова она была. Тогда видящие лицемеры прежде счастливым скажут о нем, уже ушедшим, где он, как здесь звучит в словах Сафара, ибо нет его здесь, где он был избранником, нет в покое вечности, где, как считалось, он должен быть. Относительно кратковренности его жизни, продолжает святитель, далее удачно прибавлено, как сон улетит и не найдут его, и как ночные видения исчезнут. Что иное есть жизнь лицемера, как не видение фантома, открывающее образ, которого нет в действительности. Конец цитаты. Очень интересное заключение. Не стоит открывать образы в Священном Писании, которых нет в действительности, и выдавать какие-то свои видения и фантазии по отношению к столкованию Священного Писания, выдавая за какой-то высокий интеллект. Такое вот предупреждение, поэтому надо быть осторожными, чтобы не погубить свою бессмертную душу в таких экспериментах. Далее мы видим, что 20 глава, Сафара продолжает, это говорит, глаз, видевший его, 9-10 стих, больше не увидит его и уже не усмотрит его место, его сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенные им. Действительно, говорит о том, что это может и отразиться, то есть гордость человека, его тщеславие, его превозношение, оно может отразиться и на детях. Мы говорим, как же так? Дети же не отвечают за грехи отцов, не отвечают. Но если дети воспитаны и видят образ своего родителя, своего родственника или дедушки, или бабушки до 3-4 рода, если видят этот образ гордости, тщеславия, возношение, самопревозношение, то они могут ему подражать. Потому что человеческая душа, она так устроена. Господь создал человека по образу и подобию Божию. Вот подобие — это состояние подражания. Если человеку и ребенку с детства не привито чувство подражания и понимания Священного Писания, отцов Церкви, то оно будет подражать кому-то близкому. А если близкие заражены этим грехом порока, то они будут подражать. И поэтому они будут наказываться не за них, а за подражание им. Скажем так. Итак, действительно, как и сказано далее, что 11-14 стих, «Кости их наполнены грехами юности его, и с ними лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он тает его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища в утробе его превращается в желчь аспидов внутри его». Так пишет. То есть здесь опять вот Спиридон Тремифунский пишет следующее, святое. «Ибо беззаконный имеет науки, которые не суть сладкие, но желчь аспида», как говорит здесь, как говорится в книге Иова, «как мы сказали бы и о вине их учения, ибо виноград их от виноградной лозы Содомской», книга второзакония 32-32, «желчь аспида во чреве превратно мыслящего и нечестивого, поддерживающегося учений противных истин, придерживающихся учений противных истин». То есть здесь мы видим, что святой Иоанн говорит о еретических воззрениях, что все, кто придерживается учений противных истины, есть никто иный, как желчь аспида и люди, виноград которых Содомский и Гоморский. То есть не в буквальном, возможно, смысле. Есть блуд действительно телесный, но есть блуд и духовный. Это ересь. Дальше 19-21 стих. «Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил, не знал сытости в очреве своем и в жадности своей не щадил ничего, ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его». То есть мы видим, что здесь Сафар, в общем-то, говорит правильные слова о грешниках, о людей беззаконных. это люди, которые не знают чувства меры. Им все мало и мало и мало. Помню, как-то разговаривал, ехала с одним священником, он говорит, вот люди помогают мне строить храм. А вот сейчас, говорит, смотрите, Андрей Иванович, проезжаем, вот этот человек, он помогает, вот это один магазин, это второй магазин. А вот этот третий, я говорю, сколько же у него? Он говорит, ну, делать он, конечно, делать хорошее, я говорю, ну, а сколько человеку надо? Ну, говорит, знаешь, говорит, он так вот на «ты» так перешел, говорит, это такое дело, говорит, которое затягивает. Если есть одно, надо два, если есть два, надо три, если есть три, кто в какой сфере. Ну, слава Богу, что этот человек как-то помогает, вот, и храму, поэтому помолимся на него, чтобы алчность, такое вот он хорошее сказал слово, чтобы алчность не погубила его. Очень важно, кстати. Итак, поэтому сказано так, то есть он раздавил домы многих, чтобы алчность человека не захватила так, чтобы он стал угнетать других. И поэтому здесь звучит такой строгий, в общем-то, приговор от Священного Писания, что нет спасения имению его. Поэтому во всем хорошо знать меру в любом деле. Тем более, если делается какое-то дело, там, коммерческое, чтобы не было угнетения человека и порабощения его. Далее 22-23 стих. «В полноте изобилия будет тесно ему, ибо всякая рука», то есть, говорится о воздаянии такому малышному человеку, всякая рука обиженного поднимется на него, то есть, что, какое возмездие может быть человеку даже в этой жизни, что всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и дождит на него болезни плоти его. Убежит ли он от оружия железного? Действительно, человек от наказания Божия никуда не сможет скрыться. Как вот, например, псалмопедец Давид и пишет об этом в притче, в псалтире, он говорит, «Куда скроюсь от глаза твоего? Сойду в преисподнюю, и там ты. Поднимусь на небо, и там ты». То есть, невозможно скрыться от Бога, невозможно скрыться от его наказания. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его, ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Такое грозное предостережение, которое здесь Сафар адресует людям грешникам, людям алчным, исчезнет, сказано, стяжание дома моего, расплывется в день гнева его, и заключает так, «Вот удел человеку беззаконному от Бога, и наследие, оправданное ему Сидержителю». Действительно, когда выслушаешь такие слова, которые мы сказали, как и прочим, не относятся к Иову, но тем не менее к человеку, делающему беззаконие, не знаю, я когда читаю эти строки, невольно что-то внутри содрогается. Конечно же, Сафар здесь прав, и он призывает грешника к покаянию. Это не пужалка, это не страшилка, но будем помнить о том, что начало премудрости — страх Господень. Будем помнить о том, что всякое дело, как сказано, премудрого Соломона, всякое дело приведет Господь на суд. Никто его не избегнет, ничем нельзя будет там откупиться. Поэтому, если действительно в своей жизни мы видим, что есть такие какие-то грехи, которые мучат нас, то есть притеснение ближнего, ненасытность нашего какого-нибудь предприятия, не будем, отложим это и постараемся этого не делать. А этого не делать только, возможно, одним ворчеванием, которое называется одним словом — покаяние. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!